Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей, вы на канале Forest Home. Сегодня мы продолжаем тему EDC подборок и я собрал полностью черный EDC набор с очень интересным уклоном. О каким уклоном мы поговорим чуть позже. Начнем мы с органайзера. Это EDC органайзер от компании DIAG версия 4. Достаточно компактный, но при этом весьма вместительный. Внутри этого органайзера есть достаточно много кармашков и отделений для того, чтобы вы могли аккуратно рассортировать все необходимые вам предметы. Также подкладка внутри сделана из ярко-оранжевого цвета, чтобы было проще искать в темноте ваши вещи. Есть также наружный карман, здесь он уже черный и здесь это по сути одно отделение, в котором никаких дополнительных кармашков нет. А с обратной стороны органайзера располагаются три кармашка. Один более узкий и два пошире. Кстати, на передней части органайзера располагается вот такая вот велкро панель для того, чтобы можно было лепить разного рода патчи и также эта велкро панель комбинирована с молли стропами. Так что, в принципе, при необходимости можно что-нибудь сюда даже и повесить. Теперь посмотрим, что находится у нас внутри. Во-первых, я взял вот такой вот небольшой хэнк от компании ZT Hanks. Очень интересный формат хэнка, всего 16 на 16 сантиметров. Достаточно миниатюрный, так что много места не займет. И если хотите сделать красивую фоточку на руке, можно положить этот хэнк, там ваш нож, фонарик, мультитул, что-нибудь еще есть, сделать приятное фото для ваших социальных сетей. Ну и, разумеется, при необходимости можно протереть очки, клинок вашего ножа, ну или экран смартфона. В качестве мультитула мне сегодня захотелось взять вот такой вот миниатюрный Classic SD от компании Victorinex. Здесь все по стандарту. Пластиковые накладки, конечно же, черного цвета, в которых у нас располагаются пинцет и зубочистка. Также из инструментов есть небольшие маникюрные ножницы, маленький клиночек и пилка для ногтей с плоским шлицом. В качестве основного ножа я сегодня взял Wusted Raccoon в полностью черном исполнении с алюминиевыми накладками. На клинке здесь стоит сталь не трави с покрытием Blackwash, что в принципе очень даже хорошо, потому что сталь вообще в принципе сама по себе нержавеющая, но плюс за счет этого покрытия она еще больше защищена от коррозии. Рукоять, как я уже сказал, выполнена из алюминия, но сделана очень интересно. Текстура алюминия матовая, очень приятная и есть интересные насечки. И выглядит красиво, и в руке сидит очень хорошо. Открыть нож можно двумя способами, либо за шпенек, либо же с помощью замка, просто оттянув его вниз. Тем самым можно просто вот так вот приятно сидеть и играться ножом. Помните, в начале видео я сказал, что сегодняшний набор будет с каким-то уклоном? Так вот, этот уклон будет в сторону фиджетов, антистресс игрушек и всяких таких щелкалок. Именно поэтому я взял этот нож с таким замком, потому что им можно приятно играться и просто вот так вот щелкать. Следующим предметом будет тоже нож, но вот в таком вот формате брелка. Бекер плюс USB-отф. Я думаю, многие, кто смотрят наш канал, уже давно знакомы с этим ножом. Это миниатюрная фронталка в формате флешки. Выглядит действительно как флешка и с первого взгляда даже не скажешь, что это нож. Работает очень хорошо. Маленький клиночек из стали D2. В принципе, для повседневных задач в городе, если вы там не готовите, не режете продукты, вот большего и не надо. Выглядит очень безобидно и, в принципе, заточку будет более-менее держать. И вот так вот пощелкать, пораздражать коллег на работе очень даже прикольно. Ну и третьим ножом в нашей сегодняшней подборке будет вот такой вот Reade EXO. Гравитационный нож со сменными лезвиями. Во-первых, сразу стоит отметить, что предохранитель у него на магнитах. И даже им приятно просто сидеть, щелкать. Тактильно приятный. Рукоять сделана из алюминия, так что весит он немного. И даже вот просто в закрытом положении сидеть, баловаться им одно удовольствие. Но если мы его открываем, ну, я думаю, вы уже сами все знаете. Этот нож мы давно показывали. Не конкретно вот в этом исполнении, хотя они тоже мелькали у нас на обзорах. Но есть еще старшие версии, скажем так, у этого ножа с титаном, порошковыми сталями и так далее. Там, в принципе, все то же самое. Можно вот так вот занимательно щелкать, а здесь вдобавок, по сути, канцелярский нож в гравитационном формате. Обычные трапециевидные лезвия, которые продаются в любом строительном магазине. Просто, если что, там выкидываете старое, ставите новое и все. У вас острый нож, готовый превосходно резать. Плюс у этой версии, кстати, помимо предохранителя, которого на более ранних версиях не было, есть еще и клипсы. Так что его вполне можно носить на кармане в качестве DC-шника. Дальше у нас будет ручка. Это титановая ручка от компании CVV. Ручка очень классная. И помимо того, что ей просто очень приятно щелкать, потому что механизм работает очень хорошо, все классно подогнано и никаких залипаний и закусываний нет. Но здесь на навершии этой ручки есть еще и спиннер, который можно вот так вот сидеть, крутить, расслабляться. Кстати, он достаточно тихий. И, в принципе, если хотите какой-то небольшой антистресс, но чтобы не раздражать при этом ваших коллег по работе, то вот прекрасный вариант. Фонарь я сегодня взял тоже не совсем обычный. Это All Light Mini 2. На первый взгляд, вроде стандартный фонарик и ничего супер необычного в нем нет. Но, во-первых, сразу стоит отметить вот это отверстие, с помощью которого его можно вешать на ключе или на карабин, там, да хоть на цепочку, куда угодно. Это такое вот подобие флешки. Это зарядное устройство. Чтобы зарядить фонарь, вам нужно просто снять вот этот резиновый защитный колпачок и вставить его, например, в компьютер. Он зарядится, доставляете и пользуетесь. Но, помимо всего прочего, чтобы включить этот фонарь, вам нужно его просто снять. Он на магните, видите, светит достаточно ярко для фонаря таких габаритов. Ну, а чтобы выключить его, нужно просто вернуть, скажем так, на базу. И все. Ну, и почему я его, собственно, сегодня взял, потому что он прикольно щелкает. Можно вот так вот. Ослепил оператора. Короче, фонарик очень удобный, очень компактный. Если вам нужно часто где-то подсветить, как многие мои коллеги, кстати, делают, просто вешаете на карабин, на штаны, нужно подсветить, сдергиваете фонарик, что-то где-то посветили, вернули на место и все. Здесь в основании фонаря есть, кстати, магнит, так что можно его прицепить куда-нибудь на стойку, там, либо на капот автомобиля, если в темноте что-то там нужно починить, покопаться. Короче, штуковина миниатюрная, но при этом очень полезная. Ну, и последним предметом на сегодня будет вот такой вот занимательный EDC аксессуар. Брелок от компании WB Tools, который называется Click Tool. Это оригинальный стильный EDC аксессуар с функцией антистресса. По сути, просто вешаем на ключи и когда, если вдруг у вас там зашалили нервишки или просто нужно убить время, берете в руку и вот так вот перещелкиваете. И тактильно приятно, и по звуку очень забавная штука, но, как показала практика, окружающих это может очень сильно раздражать, так что имейте это в виду. В остальном по конструкции все достаточно просто. Работает это на магнитах, так что ломаться нечему весить немного. Мне кажется, на ключи в формате брелка вот так вот там пощелкать, где-нибудь побаловаться. Очень даже классная штуковина. У меня таких две уже. Конкретно эта версия выполнена в наших фирменных цветах. Черный с желтым, с логотипом Forest Home, но есть и другие версии. Кстати, советую посмотреть на прозрачную. Очень круто выглядит и прям мне понравилось. Кстати, сразу напомню, что у нас в телеграм-канале сейчас проходит розыгрыш сразу семи ножей от компании Dagger. Соответственно, шансы выиграть в семь раз больше. Все, что нужно сделать, это просто подписаться на наш телеграм-канал, подписаться на телеграм-канал компании Dagger и нажать кнопку участвую в закрепленном посте. В общем-то и все. Всем удачи! Что ж, а на этом у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, как вы относитесь к подобным вот щелкающим аксессуарам. Раздражают они вас или нет? И пользуетесь ли вы вообще чем-то подобным? Я вот уже сказал, у меня две вот такие штуки. Периодически сижу, щелкаю, когда нужно на чем-то подумать и отвлечься. По ссылкам в описании, конечно же, вы найдете все, что я показывал в этом ролике, а также скидку в 10% на некоторые бренды. Так что обязательно заходите и посмотрите. Также под роликом вы найдете ссылки на наш телеграм-канал, где я напоминаю, проходит розыгрыш. На нашу группу ВКонтакте, Ютуб-каналы, в общем, все наши социальные сети. Обязательно подписывайтесь, чтобы не терять нас из виду и оставаться вместе. С вами был Сергей, канал Forest Home. До новых встреч! А можно не щелкать? Нет.